Кристина, что-то случилось? Кристина, ну где ты? Мы же в театр опаздываем. Кристина, что случилось? Ты знаешь, где папа? Да, он в командировке на два дня. Нет, он развлекается с Ленкой, моей подругой. И никакая это не командировка. Кристина, ты их видела? Может, тебе показалось? Что? Что за ерунда? За счёты взяла? Сама смотри, что она мне прислала на телефон. Я не понимаю. К сожалению, тут всё понятно. Я так больше не могу. Как он мог? А она? На одном факультете учимся. Тренируемся вместе. Максим, ты можешь сделать свою так называемую командировку бессрочной. За меня хватит. Пойдём. Пойдём, пойдём. Я предполагала, что подобная ситуация произойдёт с семьей Перуновых рано или поздно. Максим был такой мужчина, который нравился женщинам. И он, так сказать, им не отказывал. А Светлана до этого дня закрывала глаза на его интрижке, делая вид, что ничего не замечает. Но всему настаёт предел. КОНЕЦ Свет, ну давай поговорим спокойно, как взрослые современные люди. Ну пойми, я ни в чём не вина, вот бабы сами на меня вешаются. Ну подумаешь, один раз не устоял. Один раз? Я закрывала глаза на все твои интрижки. А ты перешёл все границы. Да не только мне, ты дочерь в душу плюнул. Ну как ты мог? Это ведь её подруга. Света. Не трогай меня. Всё. Я подаю на развод. А я не собираюсь с тобой разводиться. А ты можешь хоть раз в жизни поступить по-мужски и уйти достойно? Света. Не трогай меня. Уйди, пожалуйста, уйди. Уйди. Лёша, передайте Светлане, что я пока временно поживу в нашей городской квартире. И вообще держите меня в курсе. В смысле? Мало ли что. Я понимаю, что я сам во всём виноват, а девчонки отреагировали слишком эмоционально, но я не собираюсь их бросать. Мне кажется, Светлана настроена очень решительно. Лёся, кто не ошибался? Вот Светлана остынет, мы с ней серьёзно поговорим. Я буду звонить. До свидания. До свидания. Светлана, куда поставить? Опять Максим прислал? И как обычно для вас записка. Вы уже как неделю поссорились с мужем и не хотите объясниться, а вдруг там было что-то очень важное. Лёся, мы не поссорились, мы расстались. Цветы возьми себе. Но ведь муж вас бросать не хочет. И вы его тоже любите, несмотря ни на что. Лёся, приготовь мне кофе. Хорошо, извините. Кристина, что так рано? Привет. Одной пары не было, препод заболел. Мам, ты же знаешь, лошадь, на которой я занимаюсь? Ну, конечно, силуэта. Появилась замечательная возможность его выкупить. Он классный, чувствует меня, понимает, что я от него хочу. Кристина, это, конечно, все очень хорошо, но... Мам! Время поджимает. Его могут сдать. К тому же, до того, как все это случилось, папа обещал мне денег дать. я понимаю, Кристина, но... Ну, если его сдадут, то он пропадет. Кристина, покупка лошади, это очень серьезное дело. Я же у тебя в долг деньги прошу. Ну, я уже договорилась по выходным детишек на нем катать. с такой подработкой ты будешь всю жизнь долг отдавать. Давай с тобой так договоримся. Ты все точно узнаешь. Корма, вид обслуживания, аренда, ладно? А потом мы с тобой еще раз поговорим. Спасибо, малочка, ты мне самая лучшая. Все, на тренировку? Я еду и расскажу. Давай. А я силуэт ищу. Оказывается, ты его увела. Если ты не в курсе, то он теперь мой. И прежде чем подходить к лошади, нужно спрашивать у хозяйки разрешение. Врешь. Откуда у тебя деньги? Откуда? Твой отец, то есть мой, Максим дал. Твой Максим? Гадина. Этого не может быть. Папа в курсе, что я ее выкупаю. Обещал деньги дать. Он передумал. Остались небольшие формальности. Если не веришь, спроси в администрации. Силуэт теперь мой и не смей к нему даже прикасаться. Мама! Мама! он купил силуэты для нее, понимаешь? Я не понимаю, что, кто купил? Отец. Выкопил силуэты для Ленки, а не для меня. Как? Ты шутишь? Нет. Это она назло. Специально, чтобы не больно было. А отец предатель. Я его никогда не прощу. Мерзавец. Люся звонила, он приехал мириться. Я ему сейчас устрою перемирие. Пойдем в дом. Мало того, что ты разрушила нашу семью. Ты еще купил себе в Верке-Хвостке лошадь, о которой мечтала Кристина? Зачем? Чтоб сделать ей больней? Но я же пришел все объяснить. Мы не нуждаемся в твоих объяснениях. Хватит издеваться, убирайся вон! Навижу. Убери все эти подачки. Я ничего не понимала. Максим сказал, что пришел мириться. А сам взял и купил лошадь этой Верке-Хвостке. Все испортил. На следующий день Светлана вместе с Кристиной поехали в конюшню. У нее была надежда, что она все-таки может перекупить лошадь. В общем, я узнал в администрации, что документы на силуэт оформлены, к сожалению, на Елену. Значит, в администрацию обращаться бессмысленно. Ну да, они уже не смогут ни на что повлиять. Что же делать? Ну, теоретически, я могу поговорить с вашим супругом, либо с Еленой. Надеюсь, что она уступит. Ничего не получится. Ленка, в курсе о наших отношениях? Да, но можно предложить ей больше денег. Мам, что думаешь? Надо попробовать, но я могу дать действия только на следующей неделе, пока нет свободных. Мам, ты посмотри, какой он красавец. Ты не пожалеешь, что потратилась на него? Да. Главное, чтобы Елена вступила. Теперь вся надежда только на тебя. Игорь, а вы бы заходили к нам? Кристина очень много хорошего рассказывала о вас, а познакомились мы только сейчас. Я думала, ты будешь против. Ну, почему же против? Приходите в субботу часам к шести на ужин. Спасибо, я обязательно приду. Расскажете, согласилась ли Елена на наши условия? Конечно. Да. у вас с Игорем роман. Я видела, как вы друг на друга смотрели. Мы уже три месяца встречаемся. Я просто тебе не говорила, думала, что ты не одобришь мой выбор. Почему же? Он очень воспитанный, приятный молодой человек. Он великолепный тренер, мастер спорта, и он учится в университете на биофаке. Правда, на вечернем. Это не волнуйся, он мне очень понравился. Правда. Мам, это моя вина, что папа так поступил. Ведь это я его с Ленкой познакомила. Попросила ее подвезти домой после тренировки. Не переживай, Кристина. за ним раньше грешки водились, но я его любила, несмотря ни на что, все терпела. Я купила, как ты просила, по дороге. Спасибо, я уже обошлась бутербродами. Ну что, как? Вы вчера в конюшню съездили. Удалось что-то? Ничего не получится. Может быть, ты к отцу обратишься, он поможет. Не о чем с ним разговаривать. Он понимал, что совершает подлость. Кристина? Гуська, подожди. нам надо поговорить. комбинат кандидат сдастся, чем тебе уступит. А ты понимаешь, что твоя Ленка нам всем войну объявила? И она теперь силуэтом сделает все, что захочет. Кристина! Кристина! мне твой отец звонил. Ну вы же трубки не берете. Просил передать, что хочет с вами объясниться. Нет. Я сказала нет. Все, мне пора в институт. Кристина и меня слушать не стала. А ее отец сказал, что очень скучал без семьи и понял, как не ценил того, что имел и что значили для него жена и дочь. Субтитры сделал DimaTorzok Кристина, что случилось? Что с тобой? Мам, они целовались. Потом она вскочила на силуэт и поскакала прямо на меня. А Игорь с ней в сговоре, он даже не подошел. Я упала, куртку порвала. Кристина, мы завтра же утром идем в полицию. Ты понимаешь, это уже не шутки, это покушение. А толку-то? Все равно ничего не докажешь. А она скажет, что не заметила меня. Извините, пожалуйста, скажите, а что с курткой делать? Не заплатку же ставить? Вы ужинать будете? Куртку выбрось. Есть не буду. Пойду полежу, меня уже трясет от всего этого. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вот о чем только думают мужчины, когда заводят любовниц. Что все обойдется. Попросил прощения, и этого достаточно. Хорошо, что Кристина еще рваной курткой отделалась. Ведь все могло быть гораздо хуже. Молодой человек, почему вы так врываетесь? Хозяева отдыхают. Пожалуйста, позвоните мне Кристину. Мне нужно срочно с ней поговорить. Надо было по телефону звонить. Я звонил. И у тебя еще хватило наглости заявиться ко мне домой? Проваливай к своей Ленке! Да с чего ты взяла? С чего ты взяла? Почему ты не отвечаешь мне на звонки? Кристина, в чем я перед тобой виноват? Я видела, как вы целовались. Так, послушай меня. Во-первых, во-первых, послушай меня. Во-первых, это она ко мне приставала. Так же, как твоему отцу. Во-вторых, нужно срочно привлекать твоего отца к этому делу, потому что Лена заказала перевозку для силуэта. И что? Из-за этого нужно было вот такой шум устраивать? Кристин, Лена что-то задумала. Кристин, что она хочет от тебя? Ты хоть знаешь, что эта Лена вытворяет? Светлана, Светлана, что с вами? Люся, скорее скорую вызывай. Да. Кристин, как ты просила? Может быть, какое-нибудь лекарство принести, чтобы успокоиться? Спасибо. Уже не надо. Я в полном порядке. Просто усталость навалилась. Как мама? Ее оставили на обследовании. Люся, спасибо, что папе позвонили. Он приехал в больницу и взял все под свой контроль. Оттуда обещал в конюшне поехать. Если папа или Игорь позвонят, сразу будете меня? Хорошо. Спасибо, что согласились. Сегодня у нас переночевать. Да не за что. Кристин, вы не переживайте. Все будет хорошо. Мам, мне Люся сказала, что ты дома. Я ей не поверила. Ты что, сбежала из больницы? Доченька. В общем, не знаю, как тебе сказать. Что случилось? У тебя анализы плохие? Что-то серьезное? Нет, нет. Анализы очень хорошие. Но по ней выходит, что я беременна. Мам, ну дела. Так это, это, наверное, здорово. Люся, поставь белье. что-то хорошего. Мы с отцом разводимся, а тут ребенок. Не знаю. Мам, ты должна сказать отцу. Нет, 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 нет. Ну, тогда я скажу. Нет, не надо, Кристина. пока. А как силуэт? Что-то удалось узнать? Я вчера уснула, телефон на зарядку не поставила. пойду посмотрю. Люсь, ты кофе сделала? Да. С молоком? Да. Ну, ты подумай. Эта гадина Ленка хочет со мной встретиться. Поговорить ей, видите ли, не надо. А зачем? Не пишет. Может, она решила лошадь продать? Зачем конкретно не пишет? Ну, понятно, что разговаривать она хочет до силуэти. Я думаю, тебе надо с ней встретиться. Ты только одна не ходи. Возьми, не говоря с собой. Мало ли, что у этой Лены в голове. Надо поспешить, пока она не передумала. Мам, как ты? Да. Что-то неважно себя чувствую. А ты где пропадала? А я с Ленкой встречалась. Да ты пойми, я ничего не могла со своими чувствами поделать. Просто безумно любила твоего отца. Была готова на все, чтобы Максима удержать. Ты подумала, каково мне? Из-за тебя наша семья развалилась. Тебе этого мало? Прости. У меня крышу снесло. Когда Максим сказал, что это была ошибка, что мы больше не увидимся, мне хотелось одного, чтобы вам было так же плохо, как и мне. А чего ты этим добил? Любви? Я думала, что когда Максима выгонят из дома, он поймет, что нужен только мне. А при чем тут силуэт? А почему тебе все, а мне ничего? Я знала, как ты хочешь эту лошадь, поэтому попросила его у твоего отца. И он так легко согласился. Я думала, что это подарок. только я сегодня подняла одну очень важную вещь, когда в глаза силуэту посмотрела. Какую? Он мне счастья не принесет. Забирай его. Мне все равно его не на что содержать. А документы? Оформи сама, я все подпишу. И еще, я из института уйду и в другой клуб переведусь. Не хочу вас всех видеть и вспоминать. Нет, ты представляешь, я ее подругой считала. Кристина, нужно уметь прощать. Злость, она ничего не меняет, а только разрушает тебя. А Лена, она сама себя наказала. Ее можно только пожалеть. Мама, это говоришь мне ты? Она пыталась отца увезти, он сам во всем виноват. Мама. Мам, папа приехал. Я же ему звонила, рассказывала про силуэта. Успокойтесь, все нормально. Слушай, силуэт давным-давно на своем месте в стойле, напойный и накормленный. Кристина, ты теперь его единственная и полноправная хозяйка. Папочка, спасибо. Спасибо, Максим, я возмещу все твои расходы. Пап, у нас мама ребенка ждет. Кристина, замолчи. Света, это правда? Светочка, пожалуйста, прости меня, у нас теперь все будет по-другому. Вериться с трудом. Да ты попробуй поверить. Я понимаю, что я виноват, что мне нет прощения, но ты же умнее, мудрее меня. Дай мне шанс доказать, что я исправился. Какой ты! Ты всегда умел красиво говорить. Сделай это ради нашего будущего ребенка. Светлана нашла в себе силы и простила Максима. У них родился сыночек. Игорь и Кристина вместе живут в городской квартире Перуновых. Не так давно Кристина пригласила меня покататься на своей лошади, в силуэте, который сыграл немаловажную роль в этой истории. Игорь и Кристина. Устанавливается bush�ы. Мы работаем с каждой лошади, в кем-то и броменской пещеры. а именно у нас будет дорогой. Эта лошади.